так вот вчера мы начали изучать клинический случай георгий марков версии георгий марков 55 лет приходит к врачу и нам становится понятно что у него что в чем проблема у него проблема со слухом у него проблема со слухом и мы начинаем работать до думать что там какие могут быть гипотезы и вот вчера вы уважаемые коллеги вот выдвинули следующие гипотезы вы сказали возраст особенности профессии воспаление на средства травма и психологические маньяр рассказал психологически в итоге какие мы три главные выделили с вами наследственность до возраст и профессия вот мы определили что у человека проблема значит со слухом и с чем он сам и и не признает он говорит что он слышит нормально но врачу становится понятно что у него проблемы со слухом есть и мы выдвигая гипотезы обсуждая вот выдвинули перечисленные гипотезы и выделили из них три самые главные возраст воспаление и наследственность значит выделили вот в категории всех этих семи психологических там гемодинамических травматических и так далее потом мы узнали другую информацию следующую информацию мы узнали что георгий марков работает на где мебельной фабрике он работает что он десять лет у него хобби он занимается судейства он является секундометристом футболе футзале соревнованиях по футзалу то есть это малый футбол и иногда что было он не что не слышал говорят и мог среагировать да он не мог среагировать на свисток другого судьи хотя он как бы горит у меня со слухом все нормально но вот такая вот ситуация в его истории было потом георгий говорит сам что никто на мой слух больше не жалуются вот судья как-то раз один сказал что не слышат свистка я не услышал свистка а так вообще у меня никаких проблем нет потом он не принимает никаких лекарств и не помнит когда принимал их последний раз и у него не было травм головы исходя из этого мы с вами что сделали мадьяк из этой новой информации исходя что вы сделали вычеркнули воспаление вычеркнули нет а то там и сразу мы вначале это сделали это вы кстати сказали вы же предложили в самом начале профессия написать профессия да да нет мы еще убрали что травму да да потому что он ведь и говорит у него не было травм головы и мы сразу эту травму убрали потому что травму него не было вычеркнули воспаление потому что он не принимает никаких таблеток никаких лекарств и убрали травму все вот это вот пока у нас давление осталось и мы продоль продолжили дальше дальше георгий пошел на медицинский осмотр благодаря медицинскому осмотру бахтияр подскажите пожалуйста что мы узнали а вас не было вчера давайте вот гаухар скажите нам что мы узнали про георгия благодаря медицинскому осмотру давление в норме вы поэтому что сделали сразу здесь зачеркнули убрали давление давление при дополнительном исследовании отоскопии серные отложения у него было получается один из печи да надо было туда включить да дополнительно или как да да совершенно верно нет это же что справа у нас получается плохо слышит то что вот камертон лучше слышит слева справа хуже да он слышит а получается здесь тоже как бы признак нарушение проходимости да проводимости проводимости и получается у нас еще есть данные то что мы уже точно примерно знаем именно именно какой орган слуха совершенно верно если вот вы прочитали то что я вам скинул на почту я вам скинул методы исследования да слуха совершенно верно еще какие выбора тест 3d тест выбора да вот мы с вами сразу кто не был я хочу сразу сказать что мы по ходу писали и гипотезы и сразу же по ходу занятия мы с вами писали вопросы в этой вопросы для изучения вы должны были к сегодняшнему занятию прочитать структуру органа слуха физиологию ухо как звук воспроизводится как он проводится по разным частям ухо с наружному среднему внутренним вы должны были вот как раз те методы исследования пробурины выбора отоскопию да мы посмотрели тоже вчера и последний вопрос у вас стояла перфорация потому что что дальше пошел георги к доктору да и доктор что сделок получается для удаления вот цены пробки она назначена назначила капли дополнительно сурдологу и отправил его процессе этого не получается очень хорошо очень хорошо спасибо большое я вот для вот этого часть мы для наших отсутствовавших вчера провели чтобы вы немножечко вну более-менее так как бы понимали о чем речь вчера шла у нас на практике физическом занятии на этом закончился первый урок до правильно гохар мы вчера закончили я вам сказал прочитайте про перфорацию барабанной перепонки я чувствую галхар что вы готовились мне кажется вы смотрели пробурины вопросы конечно остались но это уже радует это уже приятно понимаете вот когда студент вот так вот приходит на второе занятие и уже в голосе слышишь про барин и проба выбор уже значит он смотрел он читал значит я смог вас все-таки чуть-чуть смотивировать посмотреть почитать вот этот материал я конечно вас сегодня спрашивать не буду считаете что вы сегодня вот сейчас пришли на второй урок на второе занятие по проблемно-ориентированному обучению и вот вначале вы мне все рассказали из чего состоит ухо раз к ним не рассказали друг другу вы рассказали из чего состоит ухо звукопроведение звуковоспроизведение как происходит что такое про барин и что такое проба выбора что такое отоскопия что такое аудиометрия и так далее то есть методы исследования уха мы приходим на второй урок и история георгия маркова продолжается тана голя кимбаевна можно вас попросить вашим красивым голосом прочитать историю дальнейший ход истории а микрофончик только включите пожалуйста у вас вы не представляете себе насколько у вас красивая картинка вы так красиво смотритесь я не знаю мне кажется у вас лучший интернет там очень красиво я вас прям на весь экран выведут пожалуйста читайте пожалуйста георгий вновь приходит на прием уже без сиры в ушах но все еще с нарушением с нарушениями слуха доктор посылает его на аудиометрию пока все ждут результата жена георгия сообщает доктору что мужа беспокоит шоу-шах и она волнуется пожалуйста уважаемые студенты какую новую информацию вы получили отсюда пожалуйста подумайте что вы можете сказать вообще анализируя каждое слово каждое предложение кто здесь у нас добавился какие вот какие-то моменты новые может быть появились что нам нужно добавить гипотезах может быть что-то убавить гипотезах пожалуйста слушаю вас вы обсуждаете я тьютор я молчу для этого не надо быть врачами я вчера только говорил нет вот почему мне вчера занятие понравилось я сказал вот как раз таки потому что врачей среди нас практически нет да нет точно нет вот за исключением галхара на у нас ведь медик военные медики а так понял да правильно галхар вы как а вот ну стоматолог уже уже почти врачи военный стоматолог вот а так врачи нет у нас гигиенисты фармацевты физиологи поэтому поэтому вчера да поэтому вчера очень смелые гипотезы высказывались очень интересный был разговор потому что никто не боялся и не стеснялся скажем так опозориться а врачи когда у меня на занятиях они боятся слова сказать вдруг вдруг я не туда скажу вдруг я неправильно скажу про это лечение так что смело говорите ваше предположение все пожалуйста но я бы например отметил железь того что вот мы конечно нужно занять но понятно все закончилось теперь кощи проявляется в полной своей красоте мы вас не слышим а подключайтесь подключайтесь тогда уважаем да отбросились слушает слушаю вас автоматически неустойчивый просто интернет поняла что серу удалили да серу уграли а нарушение все равно сохраняются ну сам шаг лезть не проходит видимо раз шум в ушах значит плохая слышимость видно и да забеспокоились тем что возможно опухоль надо будет проверить проверить наверно дальше головной мозг может быть мрт как мы говорим снять проверить так но это ведь это ведь и такая такая женская позиция ну-ка мужчины давайте подключитесь конечно тогда воля кимбаевна на сразу к жене прислушалась опухоль она тоже она сказала ой слушай надо посмотреть а вдруг а вдруг вот это не случайно нам мадияр на первом занятии он сразу сказал гипотезу психологическая психологические проблемы вот они по моему начинаются потому что жена начинает мозг крутить пилить а может у тебя опухоль а вдруг у тебя опухоль мадияр что можешь сказать про психологию взаимоотношений но в любом случае в любом случае мы же должны наверное как-то отреагировать да на ее слова его посылают до его посылают на аудиометрию я вам сразу хочу сказать что аудиометрия это не проверка есть у него опухоль или нет аудиометрия это острота слуха проверяется а вот галхар говорит о уровень кто говорит про уровень галхар вы говорите про уровень салтанат а то воля кимбаевна вы говорите про уровень чего-то там аудиометрия это острота слуха скажем так это порог восприятия различных звуков аудиометрия а вот жена а вдруг влезла жена начиталась каких-то журналов непонятных и готовая а вдруг у него опухоль а может у него опухоль в головном мозге ну и конечно любой врач должен каким-то образом среагировать на это а вдруг действительно опухоль он скажет ай не слушайте эту жену она придумает вечно начитается чего-нибудь конечно доктор должен каким-то образом среагировать но замечательно я считаю что мы хорошо разобрали вот именно этот участок давайте пойдем дальше кто нам мадьяр почитаете дальше до дальнейшее физическое обследование да да пожалуйста подождем понтуешься без очков да тоже уже плюсик небось следующем визите и мы что георги все еще не имеет проблемы со слухом и восприятием речи и нормальной громкости и ясно показывают слуховые проходы с нормальными барабанными переполнами тест рене положительно с обеих сторон а в тесте выбора звук воспринимается по средней линии сразу говорю это норма то есть как бы по средней линии он и должен восприниматься по средней линии и рене положительно с обеих сторон это тоже хорошо значит не нарушена костная проводимость а дальше георги при этом отмечает улучшение слуха не просит так доктора дать заключение подтверждающие что теперь его слух в норме я потерял связь с ребятами после того как меня исключили из состава судей и очень хочу вернуться к ним доктор отказывается дать такое заключение и направляет георги на обследование аудиометрии пожалуйста уважаемые студенты мои обсуждаете какую информацию вы получили новую что вы узнали из этой информации чтобы вы добавили к гипотезам может быть какие-то новые у вас мысли появились по поводу взаимоотношений георгия с женой с доктором и так далее какие мысли вообще есть все говорите все что вам кажется правильным бахтияр можете сказать несколько слов нам всем то что ранее прослушал просмотрел историю больного в принципе со стороны органов внешнего из среднего уха у него в принципе все в порядке лично на мой взгляд и такое ощущение что у него либо центральная звено страдает опять мое субъективное мнение либо либо же у него какие-то проблемы все-таки со стороны психологии имеются потому как у них здесь тоже такая вещь что он говорит у меня вроде бы все в порядке жена говорит что у него не все в порядке то есть она как бы за него уже принимает решение и вот есть такие моменты которые потихоньку наталкивают на мысль что вполне возможно что в семье есть уже на этом фоне в семье уже возникают какие-то недомолвки что-то такое потом еще знаете мне кажется вот врач врач отправил же все-таки на аудиометрию обследование да значит проблема сохраняется проблема сохраняется он видимо хочет все таки проверить может быть да конечно это то что там семье очень хорошо очень хорошо я молчу я молчу я жду еще кто-то может быть что-то скажет я хороший тютер я я не лезу в разговор я молчу и не говорю что вы правильно сказали хотя теперь как не тютер могу сказать все верно все очень хорошо уже все да вот пишут ясно пока шуховой барабан как раз нас к этому подводит что наружное ухо вроде нормально барабанная перепонка средняя вроде нормально значит где-то глубже да или во внутреннем ухе или в центральной нервной системе или психике да вот она воля кипаевна нам предлагает посмотреть на аудиометрию давайте посмотрим ее результаты обследования результаты аудиограммы георгия маркова аудио нет нет это я вам даю аудиограмму в норме для того чтобы вы сравнили сейчас я вам немножко увеличу вот так да смотрите аудиограмма в норме вот она идет right правое ухо вот left левое ухо а вот георгия смотрите вот здесь вот если вы посмотрите герцы да у нас вот и тут внизу герцы низкие частоты вот на низкие частоты у него порог вот пошли высокие частоты на высоких частотах смотрите в норме куда пошел график и куда пошел график у георгия маркова да видите георгия маркова куда так что нам становится здесь понятно нет 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 я нечаянно нечаянно перескочил так значит что здесь становится понятным что есть западение западение порога слышимости в области высоких частот тогда я помогал я помогаю уже как преподаватель то что как тьютор я не имею права это делать как тьютор я бы сейчас вам сказал ну вот вы же не знаете что такое аудиограмма да там полностью давайте дома запишем вопросы для изучения аудиограмма что такое аудиограмма какая она должна быть какой у нее должен быть вид и так далее вы дома почитали бы все это и рассказали мне вот теперь тана гуля кимбаевна читайте дальше дальнейшее через три дня супруги марковы приходят к врачу вместе жена георгия очень обеспокоена его слухотой и тем что у него все время это непрерывный шум в ушах она недавно прочитала что по потере слуха и звук в ушах является симптомами уху полемозга вестибулярной невробы и очень переживает в связи с этим Георгий неохота объясняет что у него часто бывает звон на высокой ноте который длится какое то время это непрерывный шум в обеих ушах и звук не пульсирует, он утверждает, что его ничего не беспокоит и указывает, что если бы его жена проводила меньше времени за чтением всяких медицинских журналов, все было бы хорошо. Ну вот психика налицо, да, психика, это уже явно, он уже озабочен тем, что его жена пилит постоянно, у тебя опухоль, опухоль, и не проверьте, и не зная на онкомаркеры. Пожалуйста, уважаемые слушатели, какая информация здесь важная, что вы узнали о психологии семейных взаимоотношений, об ушах Георгия Маркова, какая-то вот информация из первого абзаца давайте сначала, а потом из второго абзаца. Поговорите между собой, вот сами, я помолчу, хорошо? На высокой ноте, которая длится какое-то время. Это же ведь не зря, это не просто психологически он думает, что у него там опухоль и поэтому. Он, в принципе, на это, наверное, не обращал бы внимания, тем более он относится так к высказыванию жены, чтобы меньше бы читала бы, он не особо обращает на это, мне кажется, внимание. А у него все-таки он отмечает, что на высокой ноте, какое все-таки, отголосок, у него все-таки есть что-то такое. Это непредлежимое шоу, в дверь в ушах, из двух слов, не пустя, да, он просто отдается. Знаете, что-то есть, составляет на его, да. Но она недавно прочитает, да, не прочитала, очень переживает за это. Ну, коллеги, уважаемые, давайте, дополняйте. Дополняйте, какие у вас мысли по поводу есть, по поводу пульсации, звон в ушах. Дополнить, пожалуйста. Георгий вообще, когда он пришел в первый раз, он говорит, что он не золотится, он просто пришел. Удостоверится, да? Удостоверится. Да, удостоверится. То есть, вообще, причиной того, что он пришел удостовериться, оказывается, была жена. Удостоверится. Ну да, да, конечно, это сто процентов. Что это значит, что он может кружить, а? Это правда, Данагуля Кимбаевна? Мне, допустим, моя семья, дети постоянно кричат. Вы знаете, они тоже будут. Ага, слушаю. Его тоже не зря ухудили. У него на данный момент... Судейские и студейские коллеги. Да, да, да. На данный момент у него общий диагноз положительный, кроме того, что он не слышит высокий. Нет, все равно у него... И шума в ушах получается. То есть, смотрите. Он, наверное, думает, что это возрастной или особенности профессии. И он хоть говорит, что это все нормально. То есть, он может дальше жить. Здесь, смотрите, здесь нам что нужно сделать обязательно на этом этапе? Нужно сказать, что, к сожалению, мы с вами не знаем всех причин звона в ушах. Правда же, да? Вот звон в ушах. Есть он и есть. А от чего этот звон в ушах происходит? Мы причин этих не знаем. Поэтому вопросы для изучения нам нужно написать. Причины звона в ушах. От чего они могут быть? Уже серый нет. Уже все сделали. Барабанные перепонки нормальные, чистые. Но звон в ушах продолжается. Какие могут быть причины? Вот как сказал Бахтиан, например, может, это какие-то центральные механизмы. В аудиограмме есть изменения? Аудиограмма же нам показала? Ну, есть. Да, изменения есть. И они однозначно есть. То есть, у него проблема сохраняется. Но мы не знаем, в чем эта проблема. Это неврома вестибулярная? Или это еще что-то? Или это неврома? Это центральная нервная система, как Бахтиан сказал, где-то там причина. Или у него что-то во внутреннем ухе, улитке. Какие-то проблемы. То есть, мы этого не знаем. Плюс, Мадьяр правильно говорит, здесь добавляется психологическая проблема. Человек и так непонятно ему, почему его удалили из судей, его, значит, лишили его любимого дела, ему и так плохо, а тут еще жена его с какой-то невромой вестибулярной постоянно достает, сходи, проверься, сходи, проверься. Я думаю, что психика у человека уже нарушена. И поэтому он как бы уже с доктором так, и не хочет докторам признаваться, что у него эта проблема есть. Я вот, нет, я просто пришел удостовериться. Давайте второй абзац. Что значит во втором абзаце? Что мы можем сказать? Вот слово неохотно, да? Обратите на него внимание. Неохотно. Но все-таки проблема есть. Он не хочет признавать. Нет, надо, он говорит, вы мне все надоели. Он говорит, вы мне все надоели уже. Неохотно. Ему не хочется. У меня все нормально. Я считаю, что у меня хороший слух. Вы меня достали со своими невромами, что-то где делаете, какие-то пробки удаляете. Нормально я слышу. Чего вы ко мне пристали? Поэтому он неохотно объясняет вот это вот психологическая проблема, на которую надо заострить свое внимание, в том числе. Ага, дальше. Звук не пульсирует. Что значит звук не пульсирует? Что здесь можно сказать? Что эта проблема не гемодинамическая. Что, скорее всего, с сосудами не связано. Потому что, помните, вначале мы давление, писали, давление крови повышенное. Ну, если у него давления нет, и сосудистых нарушений, скорее всего, нет. И вот третий момент. Это все-таки, конечно, взаимоотношения в семье. Когда семья как бы не совсем старается помочь, и не сочувствует ему, что его из футбола этого выгнали. Ага, иди, проверяйся, иди лечись, иди лечись. Вместо такой вот, скажем так, поддержки, обеспечения. Давайте дальше посмотрим, что дальше происходит. Читайте кто-нибудь. Доктор Вебер проводит неврологическое обследование Георгия, но не обнаруживает аномалии. Это что значит? Какая информация у нас получилась, появилась? В итоге аномалии нет, ничего не было. Нет, нет, нет. Это неврологическое. Да, то есть у него нет вестибулярной невромы. А, неврологическое. Да, у него нет невромы этой, нет у него этой опухоли. Он неврологическое обследование провел, никакой опухоли у вас нет. А вот как вы думаете, что еще говорит за то, что у него нет этой опухоли? Вот когда вы про звон в ушах читали, вот я помню, Анна Голи Кимбаевна прочитала здесь, так, что звон в ушах, по-моему, с двух сторон, да, где-то было, нет? В обоих ушах. Была такая фраза? Да, да. Я помню. Была, да, такая фраза? А вот, это непрерывный шум в обоих ушах, и звук не пульсирует. Что значит в обоих ушах? Не может же вестибулярная неврома сидеть с двух сторон, так же, да? И здесь вестибулярная неврома, и здесь, здесь. Это тоже вот говорит о том, что скорее... В обоих ушах. Да, да. Дальнейшая история, давайте посмотрим, что дальше. Доктор Выбер спрашивает, Георгий, находился ли он когда-нибудь длительное время в обстановке с громкими звуками? А вон оно, что ли. Слышалось, что Георгий работник небольшой мебельной фабрики. В цехе, где он работает, наблюдается постоянный шум от циркулярной пилы, рубанка и других деревообрабатывающих станков. Анализируя аудиограмму Георгий, доктор Выбер подтверждает свою гипотезу о причине потери слуха. Аудиограмма типична для потери слуха в результате двух причин. Длительное воздействие шума и старение организма. Все? Все окей. Мадияр у нас с самого начала прям был прав. Айгуль первую версию сразу высказала, что 55 лет, Георгий Марков, это уже старый человек. После чего я сказал, тогда я уже, мы динозавры уже с вами, Танагуля Кимбарев. И Жалгас Халимир Галевич. Потому что, ну это действительно, к сожалению, к большому сожалению, но это так, после 50 лет снижается порог восприятия к высоким звукам. На высокие звуки мы теряем чувствительность с возрастом. И действительно у Георгия из-за возраста, из-за шума, как вот Мадияр сказал, профессиональные особенности, он сразу указал на первом практическом занятии, что он, скорее всего, где-то профессия у него такая шумная. Звук пилы и других деревообрабатывающих станков. Сейчас молодые люди очень часто наушники, громкую музыку слушают. Конечно, слух портится. После 50 лет вот это вот восприятие, порог восприятия на высокие звуки 4000 дБц, 5000 герц у нас снижается. Однажды я читал лекцию как раз по слуховому анализатору, и у меня студенты предложили игру провести. Говорят, давайте игру проведем на проверку слуха. И игра эта называлась «Сколько лет вашим ушам?». И значит, они включали разные звуки, начиная от там бу-бу-бу-бу-бу-бу от низкого до высокого. И значит, они включают звук и говорят, поднимайте руки, кто слышит звук. Ну и вот мы все поднимаем. У них там идет, значит, звук. Мы поднимаем руки. Дальше поднимаем руки. Потом я смотрю, все студенты руки поднимают. Я говорю, а что вы поднимаете руки? Звука же не было никакого. Они как давай все смеяться. То есть там уже был звук на высокой частоте, я уже этот звук не слышал. Студенты продолжают его слышать. мне уже, хотя у меня, я считаю, нормальный слух, все хорошо, но у меня уже возрастные изменения. Я уже не слышу звуки выше 4000 Гц. Уже высокие звуки не воспринимаю. К сожалению, это так, и с возраста меняется, и срения, и слух. Говорят, после 80 лет уже практически 80% людей не воспринимают запахи никакие. то есть обоняние уже практически не работает. Ну что сделаешь? Надо приспосабливаться к любому возрасту, в любом возрасте есть свои прелести. Зато опыта прибавляется у нас и мудрости к этим годам. Так что вот смотрите, уважаемые коллеги, доктор Вебер сделал две важные, два важных сообщения о том, что причина, проблема у Георгия Маркова это длительное воздействие шума. и старение организма. Причину вторую исправить уже никак практически невозможно, потому что ну, время вспять вернуть никак нельзя. Можно, конечно, замедлить процесс старения там, не знаю, гимнастикой, здоровым образом жизни, еще чем-то, еще формулами, которые в голову мы себе забивали. Вот я, например, у меня формула в жизни стареет тот, кто хочет стареть, а кто не хочет стареть, тот не стареет, и никогда не будет стареть. Ну, поэтому, это моя формула, не знаю, у каждого своя формула, поэтому, наверное, я не сидею, в 60 лет у меня почти нет седины, хотя все мои однокурсники, все мои ровесники, все беловолосые от седины. Ну, а может, еще плюс, конечно, генетика какая-то. вот, да, надо, да. Да. Всегда, когда к врачам приходишь, смотрят и говорят, это все возраст, я говорю, аж-то медицина настолько висит, там, все списывает на возраст. Это они всем так нами, я думаю, вот как вы правильно говорите. Наоборот. Вы знаете, сколько, сколько тогда жителей, которые прекрасно слышат. Да, 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 да. Особенно вот эти вот регионы, которые нетротые, особенно вот горцы, вы посмотрите, возраст у них такой, за 90, они шорох любой услышат. Это правда, это правда. Понимаете, ну, может быть, они, конечно, в шумной фабрике не работали и в шумных городах не живут, вот как мы живем, например, стрессы там и так далее, вот это все. Конечно, организмы снашиваются, безусловно. Это все влияет, но, конечно, еще и тяги, от человечества. А какая, какая вот, какая у вас гипотеза все-таки, как вы думаете, почему? Не работают, да, скорее всего, не работают на шумных фабриках, а вот как, что, что, по вашему мнению, все-таки, вот первопричина всего этого. Я, вот эти промокожители, там жители, это первая причина, это гены, безусловно. Гены там, видимо, провалов генов, никакой мутации, ничего нет. И, безусловно, образ жизни, в котором они живут, человек пришел, с генами определенными, да, и он очень хорошо вписался в природу. Понимаете, здорово. Гены говорят свое, он очень хорошо слышит природу, естественно, и потребляет, и нет таких агрессивных воздействий окружающей среды. Это, конечно, вот, но есть люди, даже, знаете, и в агрессивной среде выдерживают, и знаете, прекрасно, это, конечно, феноменальные, отдельные личности. А в целом, конечно, это уже, знаете, от человека зависит. Я, прежде всего, думаю, что это гены. Вот, я, моя формула, как я считаю, что я ставлю на первое место. И вы, мне кажется, вот, как бы об этом и сказали подспутно, вот, когда вы сказали, что, конечно, они, скорее всего, не работают на шумных фабриках и прочее, прочее, я всегда говорю, почему бы долго не жить чабану, пастуху, который в горах, на природе, среди вот этой прекрасной травы, зелени, гор и цветов, который пасет овец, там, пасет коров, пасет лошадей, вот, ему нечему завидовать. Вот, я всегда говорю, зависть убивает человека. Вот, ему, ему завидовать только баранам, которых он пасет. Он наслаждается природой, любит этих животных. Я всегда говорю своим студентам, говорю, если вы не будете завидовать друг к другу, вы проживете долго. Потому что я вывел себе формулу, что чабану некому завидовать, поэтому он живет долго. Он даже не смотрит на соседа. Почему сосед такой богатый, а я там бедный? Почему у него там такая вилла, а у меня ее нет? Он пасет себе баранов, пасет себе коров и радуется жизни. У него всегда под рукой есть еда, проголодался, с голоду умирает, зарезал барана, пошел, накормил всю семью, соседей позвал, еще и с ними той какой-то отметил. Мне кажется, вот это вот все-таки психологически... Да, вот, я и говорю, ему некому завидовать, ему некому завидовать. И вот эта вот психологическая какая-то свобода, что ли, психологическая вот такая, вот я не знаю, это мне кажется, вот все-таки продлевает жизнь. Вот, поэтому. А второе, вот воздействие длительного шума, это все-таки проблема, с которой можно как-то бороться, правда же, да? И как-то справиться. И давайте посмотрим, вот дальше, смотрите, гигиенисты должны вступать, прям это ваша стихия, ваша стезя. Дальнейшая история, пожалуйста. Георгий говорит, что удаление кассиры ему очень помогло и спрашивает, когда его слух вернется к норме. Доктор Выбер объясняет, что хотя многое можно сделать, чтобы предотвратить дальнейшую потерю слуха и сохранить то, что осталось, но полностью слух не восстановится. Жена Маркова говорит, что жить с ним тут у меня вылезло. Становится невыносимо. что, 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 а, жена Маркова говорит, что жить с ним становится невыносимо. Георгий часто бывает раздражительным, сам не ходит в мини-футбольный клуб, не ходит в мини-футбольный клуб, где он раньше проводил много времени. А продолжайте, кто будет, кто у нас отбрасывает. Хорошо, хорошо. Он включает, включает телевизор на полную громкость и буквально кричит в телефонную трубку. То есть, телевизор у него громко. У меня тоже дома громко всегда телевизор. Мне всегда жена и дети говорят, пап, сделай потише, сделай потише. Я говорю, разве у меня громко, нормально все? Нет, громко, у тебя громко телевизор. Георгий сердито выслушивает все это, обвиняя жену в преувеличении. Доктор Вебер рекомендует Георгий обратиться в клинику по поводу слухового аппарата, предлагая дать ему больничный и одновременно попытаться разобраться, что можно сделать на его рабочем месте для снижения уровня шума, иначе Георгий рискует потерять слух еще больше. Однако, Георгий останавливает доктора и говорит ему, что ему не нужна никакая помощь, отвали от меня, я сам разберусь. Вот здесь уважаемые гигиенисты, смотрите, ваша, да, шум на рабочем месте, уровень шума, это у нас гигиена, и плюс еще психиатрия, скажем так, потому что Георгий уже все, он уже на пределе, он становится раздражительным, замкнутым, потому что он не ходит уже в свой мини-футбольный клуб, раньше он в нем зависал, сидел, а теперь вот он теперь телевизор включает на полную громкость, ему, конечно, все кричат, сделай потише, почему ты так громко в трубку разговариваешь, Георгий все это выслушивает сердито, обвиняя жену в преувеличении. естественно, ему кажется, что это все не так, что все нормально, потому что все субъективно, у него слух такой, у другого слух такой. Вот что вы еще, помимо этого можете сказать, добавить, дополнить ваши мысли по этому поводу, по поводу высказываний, Георгия? Пожалуйста. Ну, дошел он, дошел, уже неврологически и психологически он уже конечно ушел. Да, 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 да. Безусловно, у него уже нервы сдают, потому что все вот вроде как нормально, но в то же время все равно же проблема не решена, он теряется, он ходит на эту работу, наверное, свою опять и продолжает у него снижение слуха. Хорошо. Необходимо успокоиться, а то действительно он смог потерять до конца и семья совсем разговариваться. Вот, мужское, наконец, мужское слово мы слышим. Так, давайте. Позиция, позиция мужчин здесь интересная. Так, еще что можем сказать? Вот это вот в конце, в конце доктор, когда ему говорит, он говорит, сам разберусь, как вы считаете, что здесь? Это вот показатель, того, что он уже на срыве практически знает, несмотря на то, что срывает, знает, что проблема есть, но все равно он говорит, отстаньте от меня, отстаньте, не трогайте. И вот, знаете, здесь я хочу сказать сразу, почему я говорил, когда мы начинали клинический кейс, вот этот, что объединяется в кейсе не только физиология, не только анатомия, гигиена, во многих кейсах, кстати, есть фармация, даже там, есть кейсы, я вам покажу, в которых есть и вопросы фармации, где там лекарства, не то лекарства назначили, не так лекарственные приготовили лекарства, то есть, медицинская ошибка произошла. И здесь вот начинается как раз, смотрите, гигиена и психология. Поэтому гигиенисты смело себе могут взять вот этот кейс, я вам его сброшу на казахском, на русском языке. Вы можете смело взять его себе на занятия, может быть, первую часть убрать, вот там всю про перфорацию, аудиометрию и что-то... Нет, аудиометрию как раз оставьте, вот децибелы, уровень шума, оттуда начните, и это очень интересное занятие будет по гигиене. Уровень шума, уровень этих децибел и так далее. И плюс психология начинается, психология, психиатрия, взаимоотношения на уровне психики между, вот в семье и между доктором и пациентом. Вот когда он сказал сам разберусь, да, да, что дальше делать доктору? Доктор же не может на самотек пустить больного, который... уже с доктором уже все на тренинге. Смотрим, что дальше происходит. Вас хорошо слышно? И он не собирается уходить, но доктор останавливает его и опять говорит о возможности дальнейшего ухудшения слуха. Если на работе ничего не изменится и настаивает на выдохе повесить, так же убедит, дает ему поговорить с бригадиной. доктор доктор-то объясняет, как специализирующий наливение аналогичной больных может помочь ему. Какие услуги они предоставляют? Выдача слуховых аппаратов, психологическая поддержка, о боже, уже... он хочет вернуться в клуб, понимаете? Он хочет вернуться в клуб, но он не слышит свистка. А если он не слышит свистка своего коллеги, значит он нарушит какие-то правила в своем футболе. Это тоже недопустимо, как бы, и коллеги не хотят, чтобы работал такой человек среди них, который будет нарушать правила. Он должен следить за правилами, а он их нарушает. Но вот на этом этапе я вам скажу, западные студенты, западные тьютеры, они больше упор делают на взаимоотношения врач-пациент. Они полчаса, час могут беседовать о том, почему Георгий так сказал, а что должен ему ответить врач, а как он должен его объяснить, как он должен извиниться, не извиниться, что должен сделать Георгий и так далее. На это уходит полчаса. Мы не будем тратить на это время. Я хочу тоже, чтобы и вас долго не задерживать, закончить побыстрее сейчас. Дальше. Через неделю Георгий возвращается к доктору Веберу. На этот раз он приходит один, без жены. Он признает, что разочарован. Шоу в ушах значительно усилился с момента его последнего визита. Представляете, ему убрали эту серу, ему стало еще хуже, потому что у него костная проводимость была хорошая, а теперь серу убрали, поскольку у него есть проблема, а наоборот у него оформилась, еще стала сильнее. Он подходил к директору фабрики и рассказал о проблеме. Директор посоветовал использовать средства защиты от шума, который им предоставляют. Но эти средства применяются уже много лет и они, к сожалению, не помогают. Георгий работает 33 года на хорошем счету и он расстроен тем ответом, который услышал от нового руководства. Доктор Вебер советует поговорить с начальником по технике безопасности либо самому, либо через своего бригадира. Вот здесь опять же, понимаете, взаимоотношения между начальником подчиненным, работодателем, наемником и опять психология и опять гигиена, какие средства защиты и так далее. Дальнейшая история. Георгий подходит к своему бригадиру. Вот у нас это не очень врачи этим занимаются. На Западе, как они говорят, наши тьютеры, они ведут пациента прямо вот до его рабочего места и переживают, чтобы у него там все было нормально, что у него были всякие средства защиты. Георгий подходит к своему бригадиру, который побеседовал с начальником по технике безопасности. Средний уровень шума, измеренный инспектором в цехе, составил 85 дБ. Однако, рядом с Георгием уровень шума значительно превышал норму и составил 90 дБ из-за шумных машин. Начальник по технике безопасности сообщает работодателю о том, что они по закону обязаны оценивать риски своих работников от воздействия шума на рабочем месте и улучшать условия работы, заменить защитные наушники, потому что они не работали, да, у них, и обеспечить наблюдение за состоянием здоровья. Они советуют заменить оборудование и обозначить рамки опасного акустического корпуса. Вот здесь вот уже начинаются профболезни, здесь уже начинается работа по законам, законодательства республики. Как наше законодательство защищает этого работника? Ведь оно довело до того, что у него в 55 лет, всего лишь ему 55 лет, а у него уже слух практически нет слуха, хотя ему кажется, что все нормально. Это виновата государство и оно должно каким-то образом за это отвечать. И об этом нужно говорить студентам. Может быть вырастет тот студент, который потом новые какие-то законы выведет для защиты таких пациентов. Георгий чувствует, что выбрал правильное решение. Георгий возвращается к доктору Веберу. Доктор Вебер предлагает ему все-таки записаться на прием к сурдологу для подбора слухового аппарата. Теперь Георгий соглашается пойти. Вероятно, он понимает, что все-таки у него проблема это существует и есть. Георгий приобретает слуховой аппарат. Отношения с женой налаживаются, так как Георгий стал лучше слышать и вернулось позитивное отношение к жизни. На работе обещают принять меры по защите от шумового воздействия. Георгий возвращается в любимый мини-футбольный клуб. На этом месте все студенты аплодируют, радуются, что в итоге завершилось все это. Завершился этот кейс. Вот в конце обязательно тьютор должен дать литературу, сноски, где вы можете посмотреть про это. Даже вот здесь видите, закон Республики Казахстан об охране здоровья граждан Республики Казахстан, кодекс о здоровье народа системе здравоохранения, права пациентов РК, права обязанности врача, закон о труде, закон о труде и технике безопасности. То есть все вот эти материалы, обзоры мировых медицинских журналов, все эти материалы должны идти здесь. Все эти материалы предлагаются для студентов, чтобы они это все тоже знали, чтобы они это все тоже изучали. Спасибо вам большое, Актор Ильич Мавлович. Замечательно, очень интересно. Мы сегодня прямо аж побаловались, я же говорю, просто замечательно, все хорошо. Разобрались, пытались, не будучи уже даже врачом, но это же интересно, все можно оказываться сделать. Конечно. Вас не было в прошлый раз, я рассказывал слушателям о том, что проводили даже такой вот семинар у банки, у работников банка, они были врачами, они были и говорят, что у них даже еще интереснее проходит, потому что они не стесняются говорить, они говорят все подряд, все проблемы все туда выносят. Спасибо вам большое. У кого-то, если есть еще что сказать, пожалуйста. Спасибо. 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 Если больше никто не хочет ничего сказать, я тоже хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, мы все коллеги, мы все с вами в одной связке, в одной цепочке, в одном венике, скажем так, веточке, прутике одного веника, поэтому от того, как мы будем заинтересованы относиться к нашей профессии, насколько мы будем заинтересованы в том, чтобы передать наши знания студентам в будущем, насколько мы будем относиться тепло, душевно, с любовью друг к другу и с огромным уважением, я думаю, от этого мы будем в большей степени мотивировать в дальнейшем наших студентов, мы будем создавать лицо и имидж нашего университета, мы будем создавать вот такую добрую, замечательную ауру в нашей среде, неважно, фармацевт, гигиенист, военный, психолог, стоматолог, я считаю, что мы все с вами делаем одно общее дело и мы с вами никогда не состаримся, потому что мы работаем со студентами, мы заряжаемся от них их энергией молодой, их молодым задором, иногда пропьем их молодую кровь и тоже заряжаемся, поэтому я желаю вам всем не стареть, не болеть, быть здоровыми и вести вот такой активный образ жизни, как наши уважаемые аксакалы, которые принимают участие в нашем сегодняшнем семинаре, мне это очень приятно, очень приятно ваша мотивация, вот чтобы, я хочу, чтобы молодежь на вас смотрела, брала примеры, вот такой же активной жизненной позиции всегда шла по жизни. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Приходите на кафедру. Интересно, и учеба не в тягость будет, вот этой с PBL, TBL, вот если применять, на самом деле очень интересно, учеба будет, и не будет эта в тягость, это будет просто замечательно. Я вот с вами знаком уже давно, Мадьяр, давно Мадьяра, знаю очень хорошо как замечательного просто человека и как прекрасного преподавателя. Гаухар, вот когда на кафедре тоже видел, ребята показывали кафедру, фотографии кафедры, вот приятно с Бахтияром познакомился, и узнал сегодня от Розы Халдебеку, на что оказывается Бахтияр работал в Актюбе и был даже проректором по науке, по-моему, да, Бахтияр, если я не ошибаюсь, вот очень приятно по стратегии международного сотрудничества, по стратегии международного сотрудничества, это очень приятно, приятно, когда такие креативные новые сотрудники вливаются в наш коллектив, вот замечательные красавицы, просто все красавицы у нас были на семинаре, но Танагуля Кимбаевна, конечно, вне конкурса, девочки, вы, пожалуйста, меня простите, извините, она просто олицетворение, красавицы, казахской женщины, такой удивительной, плюс еще и профессор, умная, красивая, так что и молодые, конечно, у нас тоже слушательницы были такие замечательные все, прям, я не знаю, слов у меня нет, семинар прошел у нас на высшем уровне, я думаю, я вас тоже сильно не загрузил, постарался коротко, сжато, хотя мог бы об этом говорить целый месяц, потому что очень люблю эту тему, копка, брахмет, салбул, спасибо большое, спасибо огромное, спасибо, до свидания, до свидания, до свидания,